Это корабль «Дагестан» – самый мощный и грозный корабль страны на Каспии, флагман Каспийской флотилии. Так совпало в этом году, что День военно-морского флота приходится на День Конституции Республики. И впервые в Дагестане, именно в этот день, пройдет военно-морской парад. Дагестан изначально спроектирован и построен как корабль-невидимка. Обводы корпуса и материалы обшивки судна делают его малозаметным для обнаружения, ведь палубные надстройки строились с использованием так называемой технологии «стелс». Каспийская флотилия в составе Южного военного округа сейчас наиболее мощное военно-морское объединение в регионе. В ее составе несколько бригад и дивизионов кораблей, авиация, а также береговые войска. В апреле 2018 года в Министерстве обороны России было принято решение о перебазировании главной базы Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Продиктовано это было желанием повысить мобильность основных сил объединения. А силы это немаленькие. Эти неприметные квадратики скрывают шахты ракетного комплекса «Калибр», способного донести свой заряд до цели за 1500 километров отсюда. По словам командира корабля, капитана второго ранга Аюпа Дадаева, который командует Дагестаном уже не первый год, флагман всегда готов показать пример боеспособности и может выполнять самые сложные задачи, поставленные командованием, что не раз уже продемонстрировал, и не только во время учений. Дагестан спустили на воду в 2012 году. За годы службы экипаж, а это больше ста военных моряков, не раз выходил в открытое море, выполняя множество артиллерийских и ракетных стрельб и отрабатывая учебно-боевые задачи. А в октябре 2015-го группировка кораблей Каспийской флотилии во главе с Дагестаном нанесла сокрушительный удар по позициям террористов в Сирии, но крылатые ракеты морского базирования далеко не единственное многоцелевое оружие на корабле. И еще одно грозное оружие – артиллерийская установка АК-176, поражает цели на суше, на воде и в воздухе. Умение поражать цели и действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой, показал Дагестан и во время первого военно-морского парада, прошедшего в республике 26 июля, нанеся в море ракетный удар по критически важным объектам условного противника. Готовились к параду моряки основательно. Это первый столь масштабный боевой смотр в их жизни, который, безусловно, останется в памяти навсегда. Готовили парад за две недели. За это время были внезапные проверки, учения для военного человека, как и для моряка. Первое дело – это честь служить на таком корабле, на флагмане Каспийской флотилии. И, конечно, гордость за свою страну. Я горд, что служу на этом корабле. Не каждый корабль способен выполнить задачи, которые выполняются этим кораблем. Были исторические моменты. Не буду перечислять их. За 10 лет я повидал многое. Побывал в несколько государств приграничных. В этом параде с такими учениями, с такими элементами, боевыми стрельбами, конечно, это первый раз. Это вообще переполняет чувства очень сильно. Я рад, конечно, что моя семья придет, мои дети будут смотреть. Родители, если получится, у них. Мурат Ахмедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Каспийский. Новости НТ. Каспийский.